Нередко тонкий лед не только не останавливает, а наоборот подстегивает рыбаков и толкает на новые свершения. Жажда рыбной наживы оказывается сильнее инстинкта самосохранения, а хруст под ногами, а также струящаяся вода – главные признаки хрупкости ледовой корки – не пугают рыболовов. Зря толщина льда – главная страховка, не учитывать данную величину нельзя. Для безопасной ловли цифра должна превышать 15 сантиметров. Надо себя подготовить к тем неординарным ситуациям, которые могут возникнуть. Как это сделать? Во-первых, проверять толщину льда пешней, ударами. Ей же каждый с собой носит этот бур, то есть он достаточно для того, чтобы как-то ударить и определить толщину льда. Второй момент – это необходимо иметь с собой такое средство пассивное оказание помощи, как жилет спасательный. Этим средством, как правило, наши рыбаки пренебрегают. Хотя есть постановление Совета Министров Республики Беларусь от декабря прошлого года, номер 1149, которое предусматривает, что в период рыбной рыбалки в любом случае каждый должен находиться в спасательном жилете. Еще одни любители зимних активных видов отдыха – дети, также в своеобразной группе риска. Мальчики и девочки, оттачивая свое фигурное мастерство, часто вообще не задумываются о том, что их здоровью и жизни может что-то угрожать. И в данной ситуации многое зависит от взрослых, которые должны не только объяснять, чем опасны ледовые игры, но и внимательно следить за увлечениями своих чат, держать их под контролем. В преддверии вот этих праздников, которые у нас затянутся, да, в связи с переносами выходных дней, плюс эти зимние каникулы детские, чтобы постоянно смотрели за детьми, где и как они проводят свободное время. Потому что у нас 9 человек утонуло детей за весь, с начала года, то есть подавляющее число, за исключением нескольких случаев, как бы утопления произошли в присутствии взрослых. То есть само присутствие взрослых не является гарантией безопасности детей, то есть надо постоянно внимания, каждую секунду. Длинные школьные каникулы, череда выходных и праздничных дней, а также снежно-морозная погода – благоприятные условия для отличного зимнего отдыха, как маленьких жителей Брещины, так и их родителей. Но прежде чем отправиться в очередное зимнее рандеву, стоит лишний раз убедиться в безопасности подобного путешествия и не испытывать на прочность лед, если термометр хотя бы неделю не показывал 10 градусов ниже нуля.